Всем привет, ребята, меня зовут Компот, добро пожаловать на моё новенькое видео. Сегодня мы с вами отправимся на работу деревенскими фермерами. Ну, конечно, а кем же ещё? Я надеюсь, вы не забыли, что я фермером работаю, потому что я очень давно не ходил на работу. Очень давно я не видел свои грядки, не выращивал картошечку, моркошечку, семена пшеницы и так далее и тому подобное. Поэтому побыстрее побежали, вот мои огороды, и сразу всё собираем. И какой же сегодня чудесный день. Птички поют, жители бегают. Эм, чё-то, правда, жители не бегают. Вот, странно, а где все жители? По домам, что ли, сидят? А зачем? Сегодня же такая прекрасная погода. Нужно гулять, не знаю, на работу выходить. В принципе, реально, погода позволяет. Солнышко стоит, смотрите, облаков очень мало, поэтому сегодня я решил выйти на работу. Так сказать, погода позволяет. А вот где все жители, я даже не знаю. Ну, ладно, не-не, моркошечку есть не буду. Мне нужно сегодня всё засадить, даже несмотря на то, что я довольно-таки голоден. И последний ряд мы засаживаем. Готово! Всё, теперь можно идти на те грядки. Реально, капец. А где все жители? Я серьёзно, понять этого не могу. Смотрите, никого нету. Вот тут они обычно тусуют. А, они, наверное, в доме мэра все. Ну, давайте спросим. Жители, а чё вы по домам сидите? Погода-то хорошая. Хм. И тут никого нет. Чё за фигня? Все просто взяли и куда-то испарились. Ладно, хорошо. Мне никто не мешает работать. Так, наверное, даже лучше. Может, они куда-то уехали. Хотя вряд ли. Они бы меня обязательно предупредили. Короче, на жителей это не похоже. Ну ладно, пофиг. Короче, засаживаем эту грядку. Осталась последняя вот эта вот и та вдалеке. О, житель! Житель, 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 житель! Здорово, ты где был? А, да я выходил за едой, Компот, а чё? В смысле выходил? А откуда я смотрел? В доме никого не было. Где вообще все жители? Почему в деревне пусто? А, все жители просто находятся в секретном доме. Ам, что? В каком ещё секретном доме? Ну, в прямом. Мы с жителями решили в деревне спрятать наш секретный дом. Теперь мы будем жить там. Да ладно, подождите. И где ваш секретный дом? А ты попробуй найти. Подсказка. Он находится хотя в радиусе 10 блоков. Так, подожди. Мне интересно, где вы спрятали свой секретный дом? Может, где-то здесь? Я не знаю. А, в этом доме! Я понял, я понял, я понял, жители! Спрятали прям где-нибудь здесь. Хм, здесь ничего нету? Никаких секретных рычагов. Я тоже не наблюдаю. Может, сверху? Не, нифига нету. Хм, как-то всё это странно. Может, в огородах где-нибудь спрятали какую-нибудь дверь секретную? Блин, нету! Ха-ха, компот, холодно, холодно. Да подожди, а где ваш секретный дом? Я не понимаю, у меня в доме, что ли? Жители, а вы не офигели ли? Слушайте, нет, тут ничего нету. Ничего нету. Так, житель, колись, где ваш секретный дом? Да, компот, прям здесь, прям под тобой. Да ладно, да ну нафиг, что? Стопэ. Да, я вижу тут какие-то странные блоки. О-па-очки! А что это такое? Ха, реально секретный дом! И смотрите, тут все жители. Здорово, житель! Да, компот, теперь мы все жители бежим, как здесь. А вопрос, зачем? Ну, конечно, систему защиты вы классно сделали. Такие стёкла, типа, с той стороны ничего не видно, а отсюда всё прекрасно и видно. А зачем это? Столько кроватей, сундуков, верстаков. Капец, так тут не один этаж. Смотрите, ребята, ещё один этаж. Давайте спускаться дальше. И ещё один этаж. А что тут, собственно говоря, творится? Смотри, компот, дело в том, что нам просто надоело жить сверху в домах. Потому что, когда мы там живём, к нам всегда в деревню кто-то приходит. То читер, то грифер, то зомби нападает. Что-то вечно случается плохое. А из-за того, что мы построили секретный дом, его никто не найдёт. Ну да, дом у вас реально секретный. Прямо находится под землёй, но со стёклами меня вообще вариант поразил. А что у вас в сундуках находится? А, что? А откуда столько изумрудов? А, так это все изумруды нашей деревни. Мы их специально сюда перенезли, чтобы никто их не украл. А кто их украсть должен, жители? Компот, а нашу деревню сегодня планируют напасть. Мы решили таким образом себя обезопасить. Жители, а вы уверены, что лучший вариант это прятаться? Надо, наверное, дать отпор, там кто нападает, зомби, кто? Ой, да по нашим данным на нас и читеры, гриферы, зомби нападут сегодня все. Да ладно, ну нафиг, серьёзно, я в это не верю. Компот, всегда, когда мы с ними вступаем в битву, у нас все дома разрушаются. Поэтому в этот раз мы просто спрячемся, а они уйдут. Да ладно, а как вы себе это представляете? Ну смотри, Компот, по сути, через 30 минут на нашу деревню должен напасть грифер. Нам уже передали, что он идёт к нам. Мы поставили камеры, и ты можешь за ним подоблюдать, как он просто развернётся и уйдёт. Вы думаете, если он вас в деревне не найдёт, он просто уйдёт? Да нет, он за гриферят все наши дома. Нет, 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 всегда мы, жители, являемся целью. Мы уверены, он уйдёт. Да ладно, я в это просто не верю. Хорошо, давайте посмотрим, проследим за грифером, когда он придёт. Ха-ха, вот и деревня жителей номер 13. Сейчас я всех жителей тут за гриферю. Жители, идите сюда. Я уверен, они находятся в этом доме. Сейчас я им тут всё поломаю. Слышите, жители, а ну? Эм, а почему тут никого нету? Чё за фигня? Где все жители? Кого мне гриферить-то я не понимаю. А куда подевались все жители? Нафиг я вообще пришёл в эту деревню, если тут некого гриферить. Я ведь грифер, мне нужно загриферить жителей. Ладно, пойду по ещё другую деревню. В этой как-то скучно гриферить. Офигеть, житель, он просто свалил, ты это только что видел? Да, да вот, я тебе говорю, они когда нас не видят, они просто уходят. Вот что значит не корми тролля, как говорится. Так, кто там сейчас ещё должен напасть в нашу деревню? Смотри, сейчас грифер расскажет читеру, придёт читер где-то через полчаса. И попробует тоже сломать нашу деревню. Ладно, давай ждём читера и наблюдаем за ним. Ох, глупый грифер, чё он мне говорил, что тут жителей нет? Да есть они все. Сейчас я включу читерский полёт и полетаю над деревней, всё проверю. С высоты-то всё будет лучше видно. Ммм, там их нету, снизу тоже нету. Я не понял, а где все жители в этой деревне? Чё-то какая-то бредятина, меня чё за ночь что ли водят? Они где-то здесь должны быть 100%. Может в доме? Не, в доме их нету. Капец, они чё реально все уехали? Ладно, вернусь как-нибудь другой раз сюда тогда. Этого просто не может быть, житель. Читер никогда не уходил просто так. Он всегда что-то делал с нашей деревней, а сейчас он просто свалил? Да, Капец, а потому что он понял, что тут ему нечего ловить. Он тут не получит реакции, нас тут нету. Ё-моё, слушай, а идея-то довольно-таки неплохая, неплохая. Капец, подожди вечер, сейчас ещё зомби придёт на разведку. Житель, это просто отдельное удовольствие наблюдать за теми, кто всегда хотел уничтожить твою деревню. Иногда у них это даже получалось, а сейчас они просто приходят и уходят. Да, Капот, потому что им важно нас победить, а нас-то нету, кого побеждать-то. Житель, это прикольно, реально. Капот, а оставайся с нами в нашем секретном доме на ночь, а чё, сейчас уже ночь потихонечку. Ну, в принципе, работу я практически закончил, мне осталась одна грядка и найдётся для меня местечко? Ну, если свои предметы принесёшь, то, конечно, найдётся. Всё, супер, житель, тогда я сегодня буду ночевать с вами. Капец, ребята, смотрите, до чего жители додумались. Они просто спрятали свой секретный дом в деревне номер 13, прикиньте. Казалось бы, деревня пустая, тут никого нет, но на самом деле вот тут вот находится стекло. Я прямо сейчас по нему хожу, возможно, там меня даже видят жители. Вот, смотрите, даже немного ломается по-другому. Капец, и там находятся все жители и наблюдают сейчас за мной. Это, конечно, весело. Ладно, я пойду сделаю последний огород, я на нём уже очень давно не был. И после этого я пойду туда. Фух, огород закончен, работа завершена. Теперь самое время готовиться к переезду в подземный секретный дом жителей. И давайте подумать, что я с собой возьму. Во-первых, я с собой возьму обязательно одну печку и один верстак, потому что у них там слишком всё нагромождено, и мне кажется, что все вот эти вот блоки заняты. И, наверное, даже кусочек сундука возьму. Мне же где-то надо всё-таки хранить свои предметы, правильно, ребята? Правильно. Поэтому возьму один такой кусочек сундука. Ноутбук так, чтобы мне не было скучно. И кроватку, чтобы мне было где спать. И свет на всякий случай я потушу. Типа тоже в моём доме никого нету. Ну и изумрудики заберу с собой на сохранность, на всякий-всякий случай. Всё, побежали быстрее сюда в подземный дом. Так, а где тут тайный проход? А, вот-вот-вот-вот-вот этот тайный проход, ребята. И побежали в самый низ. Я буду жить на последнем этаже. Вот, комбот, кидай прям сюда кровать возле сундуков. Да, хорошо, житель, я прям тут и поселюсь. Короче, поставлю кровать как-нибудь вот так вот давай. Давай, сверху поставлю свой сундук. Дальше у меня тут есть печка-верстак. Поставлю сюда печку и сюда верстак. Надеюсь, никому не помешает. И буду лежать вот так вот рядом с ноутбуком и смотреть разные фильмы и сериалы. По-моему, классная идея. Да, комбот, у нас будет такая небольшая ночёвка в секретном доме. Да, ребята, напишите в комментариях, как вам этот дом. Если честно, мне очень нравится наблюдать за теми, как все просто уходят с нашей деревни. А то раньше что-то с читером там, с грифером устраивал битвы и прочее. Не, житель, но всё равно ты должен понимать, что в некоторых случаях всё равно нужно как бы отстаивать свою деревню. Да, конечно, но сегодня я предлагаю просто отдохнуть в этом доме. Вот с тобой я полностью согласен. Сегодня у меня нет желания устраивать с кем-то битву. Что ж, ребята, я присаживаюсь и отдыхаю. А, ё-моё, что, что это только что было? Житель, ты это слышал? А, комбот, что-то будто взорвалось сверху, иди проверь. Да-да-да, сейчас пойду проверю. Погоди, ноутбук сюда поставлю. Это что только что было? А, что? Тут стекло, что ли, обрушилось? Или, или что? А, я так и знал, так и знал. Я включил читы и увидел, что вы находитесь под землёй. Читер, ты что наделал? Думали от меня спрятаться, от меня не спрятаться. У меня самые лучшие читы. Сейчас я вас всех уничтожу. Комбот, комбот, у меня в сундуке есть специальная звуковая пушка. Она против читеров, возьми её. Читер, давай поговорим. Всё будет нормально, всё будет хорошо. Так, он отвлёкся, быстренько возьмём эту штуку. Пошёл вон отсюда, пошёл вон, ё-моё. Держите сюда, я тебя залду. Всё, победил, отлично, вроде победил. Так, тихо, выходим, читера нету, отлично. Его друзей тут тоже никаких нету. Фух, капец, ребята, он всё-таки нашёл нашу секретную базу. Ну да, без читов её просто-напросто не найти. Офигеть, жесть какая-то. Ладно, ребята, всё, читер побеждён, теперь точно всё хорошо. Вот теперь до 100% можно отдыхать. Всё, жители, давайте, заделывайте то, что тут читер сделал. Капец, всё, ребята, с вами я прощаюсь. Я пойду немножечко полежу и посмотрю какой-нибудь сериальчик. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока, ребята.